И всем привет, ребят, с вами Мистер Байк, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему новому бездонат-аккаунту, бездонату 2.0. Сегодня у нас начало новой истории, как я и говорил, что если у нас на видеоролике с тем бездонатом, которого, можно так сказать, я прошел и в моменте даже запорол, все окончено. Это значит, что у нас начинается новая история, новый бездонат-аккаунт и новый вызов, наверное, для меня прокачать аккаунт с нуля без никаких вложений, посмотреть, как это работает на сегодняшний момент времени. Ну а если вы ждали этот видеоролик, если вы ждали начала нашего нового бездоната, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч тонкоидов. Для этого настройка игры в аккаунте устанавливайте личный тег, 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 пэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Как вы видите, новый аккаунт уже создан. Я сменил никнейм с одного из своих мультов, дабы поставить именно этот никнейм. Никнейм вы видите на своих экранах. Три буквы. Четыре ЕЛ. Челик конкретный залетает в бездоната 2.0. Не придумал и не планировал, наверное, даже делать какой-то другой никнейм. Там я просто ник забесплатно даже сменил. Был выбор еще поставить никнейм Тимпэ, но думаю, ладно, пусть будет у нас уже челик. Думаю, лучший челик подойдет. На чем будет прокачиваться данный аккаунт? Я зашел уже в гараж, посмотрел, какие у нас вооружения даются с самого начала. И что я вам могу сказать? На сегодняшний момент времени, в моем понимании, корпус Крусейдер это, ну если не самый лучший, то один из самых лучших выборов для игры в нашей игре. Да, как бы это тавтологично не звучало, но Крусейдер с максимальным быстрым овердрайвом может делать максимально большое количество полезных действий на карте. Поэтому я концентрирую свое внимание именно на этом корпусе, и именно на этом корпусе мы будем прокачивать нашего без доната. Как минимум, это будет первый корпус, на котором мы будем акцентировать внимание и играть. Но, а что касаемо пушки, то пушки у нас еще пока что нету, да? То есть у нас есть на выбор смока Жига Твинс. Я хотел бы прокачивать этот аккаунт на таких пушках, как Шафт и на таких пушках, как Рельса. Что одна, что вторая пушка на сегодняшний момент времени являются суперметовыми. Да, я именно сравниваю с основными аккаунтами. И могу сказать, что одна, что вторая пушка идеально подходит для прокачки аккаунта с нуля. Наверное, сделаем мы даже акцент изначально на пушку Шафта. А дальше, может быть, уже приобретем рельсу. Ну и вторым вооружением для этого аккаунта будет точно Ареса Гром. То есть то вооружение, на котором я играю в турнирах. Ну и которое, по идее, надо тоже как бы немножечко тренировать. И заодно этот бездонат к этому всему делу будет приурочен. Так, что у нас вообще здесь еще дополнительное? Дрон. Понятное дело, что мы будем покупать Брута. Но это будет уже по ходу пьесы. Сегодня наша задача поднять как минимум звонки. Вам я лишь дам маленький челлендж. Да, то есть давайте на этом видеоролике постараемся набрать как можно больше лайков. И каждая десятка лайков будет свидетельствовать о том, что мы будем открывать по одному контейнеру с нулевого вот этого бездонат аккаунта. То есть пока что у нас будет их маленькое количество. Соответственно, у вас есть возможность сделать так, чтобы мы этих контейнеров, ну как минимум, до первые пару серий, открыли как можно больше. Да, ну и я надеюсь на то, что фарм как раз-таки этого всего дела тоже будет. Так, заданок у нас супер-супер много. Понятное дело, что скорее всего я их все выполнять здесь не буду. Так, и мне даже сразу же тоже со старту дают какие-то контейнеры. Дают даже звезды, кристаллы дают. Ага, то есть я просто захожу в задание. И мне уже дают призы. Прикольно, да? То есть я еще даже не начинал играть. Я просто пока что захожу и смотрю, что я здесь могу получить бесплатно. Так, эти заданки у нас открываются со штаб-сержанта. Эти заданки у нас с мастерка права открываются. Недельные со штаб-сержанта открываются. Особые. Здесь я тоже не могу ничего пока что получить. Так, ну контрактов у нас нету. Трофеи открываются с первого воронта. Ничего себе. То есть обучающие заданки я могу забирать. То есть я пока еще ничего не делал. И кстати тут еще три дня према есть. Так, ну и давайте отправимся в мой первый бой. На бездонате прокачка первых званий, я думаю, что будет довольно быстрая. Поэтому здесь наша задача просто сделать пару киллов и выйти с боя. Потому что нету смысла у нас играть полную катку. Так как у нас опыт не идет на начальных званиях. Поэтому мы должны делать, ну наверное, такой типа заход, два килла, выход, получение звания, дополнительная формилка, ну и так далее. А, единственное только новобранца у нас есть возможность получить сразу пушку новую. Потому что у меня уже контейнеры уже появились. То есть по идее я бы мог бы, когда бы условно уже сразу с шафта начать. Да, то есть. Ну ладно. Сейчас сделаем прогрузочку. Что-то какая-то у нас долгая прогрузка. Первая. На аккаунте. По идее. Должно было быстрее грузить. Что-то какая-то. Багушка залагала что-то или что. Не понимаю. Или нет. Лодка просто встала. Лодка встала и хочет меня в бой кидать. Интересно. Может она. Что-то непонятное. Так, поставлю я видос на паузу. Сразу сейчас загружусь и продолжу. О, только я нажал на паузу и сразу меня закинуло. В бой закинуло меня на ЦП. Уже тут с какими-то средними званиями. Так, расходки у меня нету. Зато есть супер вкусные кристальчики. По 10 кристаллов и 10 опыта. А, и у меня еще и урона нету. А, это еще против ботов. Так вот почему меня так долго грузило. Потому что тут боты у нас. Тут у нас ботиков накидало. Все, понял. Понял. С ботами аж у меня даже лагать начало почему-то. Не знаю почему. Чем это связано. Но какие-то непонятные лаги. У меня аж просто начинает этот браузер висеть. Ладно, сейчас я быстро. Нажал я быстро обновиться, чтобы у нас все эти лаги прошли. Так, и у нас есть 4 контейнера. Есть ли возможность сразу получить пушку шафт? Да, есть. Даже без первых званий есть возможность заработать. Поэтому открываем 4 контейнера. И из 4 контейнеров мне падает только лишь расходка и кристаллы. То есть того, чего мне хотелось бы выбить, я не получаю. Ладно, тогда идем получать наше первое звание. Кстати, вот видите, как быстро ты сразу грузишься в бой. Но какие-то, знаете, долгие прогрузки идут из-за ботов, может быть. Или из-за чего, не знаю. По идее, сейчас со второго уже захода должно все работать идеально быстро и круто. И ботиков нам накидывает. То есть каждый ваш бой идет изначально не против игроков, а против ботов. И эти боты, ну, не сказать, что на суперслабом уровне, если честно. Не сказать, что на суперслабом. Так, все. 2 кила есть. У нас сегодня еще повышенный фонды и опыт. Соответственно, первые звонки у нас будут получаться очень и очень быстро. Поэтому можем даже сразу же дойти до как раз-таки мастер Капрала, если я не ошибаюсь. Да, именно это звание является отправной такой точкой для получения новых призов и новых наград на аккаунте. Поэтому давайте сразу постараемся именно это звание очень быстро получить. Овердрайв на Крусейдере в таких боях я даже не успею, по идее, накопить. Но и, в принципе, я бы не сказал, что он мне тут против этих ботиков ты и нужен. Да, то есть здесь все максимально быстро можно получить. И ботики даже не стреляют. Даже не стреляют эти ботики. А, не, стреляют. Как-то с задержкой стреляют. И чуть-чуть еле-еле урончик наваливают. Все. Ефрейтор у нас есть. Ну и нам остается... А, нет, еще 2 звания остается. Еще 2 звания получить. Ну, давайте мы быстро это все сделаем. Я думаю, что оформим. В принципе, особо долго это не требует времени. Хоть и там по 500 очков. Даже опыта, вернее, заработать надо. Когда у нас есть повышенные фонды. Это все происходит максимально, максимально просто и быстро. Да, здесь не надо ничего особо придумывать. При том, что ты играешь против ботов. Здесь уже ситуацию облегчили как только можно. Так, здесь у нас 2 противника пытаются. Ну, противника говорю. 2 ботика. Ну, к слову, наверное, даже эти ботики могут в моменте играть даже сильнее, чем игроки. Есть такое ощущение. Да, то есть... Бывают на таких звонках и суперслабые ребята попадаются. Только вот интересно. Они так запрограммированы, да? Один другому начинает мешать. Опа. Меня почти бот слил. Ну, и все-таки меня сливает бот. Сливает бот. 4 килла. 4 килла всех у них по 700 гс. Интересно, а до каких званий вообще эти боты в начальной прокачке? И реально ли вообще попасться против настоящих игроков? Потому что, исходя из такой катки, я так вижу, что игроков здесь настоящих нет. И, кстати, меня закидывает четко именно в режим осады. Да, то есть, по ходу сделала, что у нас именно на первых званиях теперь ТДМки нету. И весь акцент сделан именно на этот режим. Да? Ну, возможно, это просто проще запрограммировать, что тебе... Они должны все ехать в точку. Такая мясорубка. Тут можно было бы с грома какого-нибудь так не кисло развалить. По этому сплэшу жесткому. Так, ну и мы сейчас точку заберем. А, нет, мне 30 очков не хватает. Ну, довольно быстро. Довольно быстро. Капрал есть. Ну и все. Остается еще одна звонка. Это мастер Капрал. Которую мы должны получить. Дабы у нас уже открылись новые как раз таки призы. И откроем сразу еще дополнительные контейнеры. На таких аккаунтах это ваш ключ, наверное, к получению большому количеству дополнительных кристаллов. И все те ребята, которые думают, что на этом невозможно прокачаться и есть какая-то дополнительная сложность, то вы глубоко ошибаетесь. Опачки, джиггернаут. Оказывается, режим это есть. Оказывается, режим это есть. Уже открылись у меня. Режимчики интересные. Да? И походу дело меня... Нет. Я хотел сказать, меня вот сейчас уничтожит, но... К сожалению или к счастью, он меня здесь не сливает. Так, джиггернаут. Расходкой пушит просто по центру. А у нас джиггернаут где тогда? Или только у противника есть джиггер? А, наш джиггер сейвится! А, он должен был быть мой, да? По идее. По идее это должен был быть мой джиггернаут. Так, ну и сколько у него хп, интересно. По вас пику можно тоже быстренько покидалову сделать. Покидалову сделать. Так, и еще. Нет, не успеваю я еще одного слить. Так, по харьку. По харьку добавочку делаем. Добавочку делаем. И у нас 2000 дозванки. 2000. Ну, тут уже, конечно, немножечко подольше все это дело происходит. Но у нас на бездонате в ближайшем будущем будет возможность также подлутать премочку халявную. Я знаю, что премка халявная. Заданок там дается. Но, с одной стороны, как будто эта премка нужна, да? А, с другой стороны, если мы быстро получаем премку, то прокачка нашего аккаунта становится прям максимально-максимально быстрая. Прям максимально быстрая. Да, и поэтому я даже не знаю, стоит ли, например, на начальных рангах оформлять эту премку, чтобы я там, условно, за один видеоролик поднял безумно большое количество званий. Не знаю, есть ли в этом смысл. Но пока что мы об этом, как говорится, подумаем, подумаем. Так, овердрайв у меня появляется. Целых три противника у нас концентрируются в одной точке. Сразу по ним заряжаем оудишку. Не заметил я, если честно, как долго копился у меня этот овердрайв. Но еще один овердрайв падает на центре. Но я его, к сожалению, здесь не контролирую. У вас пожига мне накидочку дает. Так, ну и здесь хорошо, что пикает именно игроков и с легкими танками тоже. Здесь есть возможность их тоже быстренько подобрать. Все, 900 очков мне остается для получения той самой заветной звонки, которая на сегодня станет, наверное, ключевой. И дальше мы уже приступим к открытию контейнеров. Посмотрим, сколько у нас там всего есть на дроппинг, на открытие. И вот интересно, да, они все так в одной точке становятся. Пробуем джаггера слить. Сколько за джаггера дополнительно очков дают? А, я его не слил. Но все равно там вроде как 80 за саппорт даже очков, оверни, опыта дают. Так, и 4 минуты до конца полную катку. Я думаю, что мы все равно катать здесь не будем. Дабы 4 минуты целых не доигрывать. Так, по джаггернауту одну тычку дадим. Чтобы по нему урончик тоже залетел. Так, и мне осталось 3 килла. 3 килла. Получим сейчас быстренько эти 3 киллочка. Хочется все равно, знаете, слить джаггера. Не знаю, сколько у него тут хп. Но в моменте хотелось бы, конечно, посмотреть, сколько именно с него можно зафармить. И на стрейфе можно бота развести. Так, и мне дало сколько? Вроде как 200, если я не ошибаюсь, очков. Сосулендра. И та самая заветная звонка Мастер Капрала залетает у нас в копилочку. Так, ну и теперь мы открываем миссии. Забираем призы, которые мы тут за сегодня зафармили. Дают мне даже еще и одну дополнительную здесь звезду. Есть ли у нас еще какие-то дополнительные бонусы в рамках нашего Мастер Капрала? Походу дела нет. Ну и откроем контейнеры. 5000, кстати. 5000 за все про все мы зафармили. Упадет ли мне та самая заветная пушка? Нет, не падает. Не знаю, сколько контов нам придется открыть, чтобы по итогу зафармить шафта. Либо рельсу. Наверное, даже... Ну, рельса мне особо сильно не актуальна. Я хотел бы именно на шафте начать весь этот путь без доната. Ну и за все про все, за, получается, 15 минут, даже чуть меньше нашей игры, семерочку тысяч кристаллов в рамках первой серии мы уже вместе с вами зафармили. Дальше я думаю, что количество заработка вообще в целом, оно будет только увеличиваться. И все, что нам нужно будет делать, это поднимать новые звания и забирать призы. Потому что на сегодняшний момент времени здесь можно очень много призов дополнительно получить. Даже ничего особо не делая. То есть ты просто поднимаешь звонку, либо открываешь эти заданки. Главное не забывать их открывать. Ну и здесь, если бы нам еще падало бы какие-нибудь новые предметы, то было бы, наверное, лучше. Ну и вообще, наверное, по пятнашке кантов зафармить в моменте тоже было бы более актуально. Слово, по 30 расходочки. Ой, каждый, извиняюсь, можно, конечно же, приобрести. Расходка нам лишней не будет. Ну и даже можно приобрести этот контейнер. Ну а вы, ну а вы, обязательно поддержите данный видос лайком, если вы рады старту нового без донат аккаунта. Для меня, конечно, прокачка новых аккаунтов, ну уже, наверное, не является чем-то супер-супер уникальным. Исходя из того, что, ну, наверное, за последние пару лет я все-таки несколько новых аккаунтов создавал. Да, раньше для меня это было более какая-то новая вещь, да, потому что я, ну, больше склоняюсь к тому, чтобы не создавать новые аккаунты, а именно уже раскачивать те аккаунты, которые у меня имеются, да, потому что мультов там всяких у меня многих интересных было довольно большое количество. Ну, так как сейчас у нас это не составляет особо большого труда, но для контента это вообще актуальная вещь, то вот этот аккаунт у нас уже залетает на наш прокачивающийся моментик. Поэтому пишите все свои мысли, возможно, у вас есть какие-то свои определенные предложения, возможно, у вас есть желание тоже создать свой аккаунт с прокачкой, да, поэтому пишите все свои мысли в комментариях, обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и символическая 123-очка даст нам старт записи второй серии по этому бездонату, поэтому если вы ждете, если вы хотите как можно быстрее увидеть следующую серию прокачки этого замечательного аккаунта, то как раз-таки 123 лайка будет свидетельствовать нам о том, чтобы стартовать и прокачивать наш аккаунт дальше. Поэтому дерзайте, но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!